Музыка Известно, что в практике высочайшего путешествия императрица Екатерина II использовала символические ресурсы культурного пространства религиозные, моральные и другие для того, чтобы утвердить образ российской императрицы важным элементом которого являлась его православная составляющая Вот большую роль в формировании благочестивого облика Екатерины II сыграло православное духовенство И в этом отношении поездки императрицы по стране представляют существенный интерес в плане изучения политических и культурных практик российского православного духовенства в деле утверждения религиозной идентичности российской императрицы и в целом ее политической легитимации В современной западной социологии и политической науке под этим термином обозначается процесс обеспечения политического социального порядка на основе распределения и использования символического капитала В основании разнообразных теорий легитимности находятся концепции Вебера и его последователей фиксирующие наличие представлений о вере в значимости социального порядка способности элит обеспечивать свое институциональное господство посредством верований, моральные символы, священные эмблемы и юридические формулы Конечно, важным аспектом церемониала является репрезентация образа монарха в церемониале и те символические ресурсы, которые использовались в деле утверждения императорского образа Об этом я, в общем-то, уже и говорила, и выступала Однако церемониалы императорских путешествий – это не только совокупность церемоний и репрезентация монарха в церемониале, которые используют в деле утверждения императорского образа но это и процесс коммуникации монарха и населения, также легитимирующий власть монарха И в этом отношении представляется важным анализ поведенческих стратегий духовенства определившихся в ходе подготовки приезда императрицы Екатерины II Ведь социальный порядок легитимен, когда его участники ориентируются на некоторые образцы поведения которые они считают обязательными, значимыми для себя Тем более, духовенство принадлежит особой роль в императорском церемониале легитимирующую своими проповедями и речами власть Екатерины II Вот в докладе как раз будет исследоваться коммуникация православного духовенства с императрицей Екатерины II в том числе и в ходе императорских путешествий, как средство ее политической легитимации Конечно, Екатерина II понимала важность проявления религиозной идентичности не только в повседневной, придворной политической жизни, но и в своих поездках по стране Акцент на религиозной составляющей, безусловно, был вызван ее нелегитимным восхождением на престол и в своих путешествиях она постоянно стремилась поддерживать образ православной императрицы что отражается в аккуратном исполнении ею религиозных обрядов Соременевое путешествие предполагало не только исполнение религиозных ритуалов но и коммуникацию императрицы с представителями российского православного духовенства Поведение духовенства, как правило, определялось распоряжениями, высланными с синода касающимися, прежде всего, подготовки к приезду высочайшей особой ее встречи Эти документы позволяют определить приоритеты церкви в взаимоотношениях с верховной властью Намеченные в официальных документах модели поведения заранее устанавливали общие стратегии действий духовенства в церемониале императорских путешествий Вот материалы архива Киево-Печерской лавры, фонд 128, это Центральный государственный исторический архив Украины как раз дает возможность увидеть многообразие деятельности монастыря в деле подготовки к приезду Екатерины II Во-первых, Киево-Печерская лавра принимает активное участие в строительстве путевого дворца в Барбарах в котором императрица должна была обедать Во-вторых, важным объектом поправлений являлись ряд сооружений самой Киево-Печерской лавры Например, церковь Рождества Богородицы, церковь Благовещения внутри дальних пещер Ну, в частности, об этом уже свидетельствует рапорт Ермонаха Виталия, наместнику Киево-Печерской лавры Это апрель 1786 года То есть Екатерина практически, ну, почти что за год до прибытия Екатерины в Киев Она приезжает туда в феврале В деле благоустройства лавры каждый шаг духовенства регламентировался Все меры по ремонту церквей на территории лавры решались взаимодействием с киевским митрополитом Самуилом Миславским Для которого было очень важно, чтобы церкви не только были выкрашены пристойным образом Но и их роспись соответствовала бы общепринятым канонам Так он в своем распоряжении от 25 мая 1786 года указывал, чтобы ничего не было написано противного святым правилам, церковному законению и указам Самуил особо оговаривал правильность иконописи и настенного письма Росписи следовало делать с наиприличнейшей осторожностью, дабы через несоблюдение сего не открылось наших неприличных следствий Таким образом, было российское духовенство понимало, что иконопись должна отвечать российским образцам Чувствуя, что объектом внимания императрицы и окружения могут стать и православные культовые сооружения Уже ближе к ее приезду в январе 1787 года появился ряд распоряжений по лавре Расписывающий как долженствующий облик духовных лиц, так и их поведение Так ордер наместника Кальста от 27 января 1787 года приказывал монахам, чтобы они ходили по долгу своему в церковном приличном одеянии И в мантиях распущенных, а отнюдь не запятнанных и в пучке несвязанными волосами Еще в декабре 1786 года из Киевской духовной дикостерии лавра получила распоряжение, распорядок о порядке встречи императрицы Которая строго оговаривала правила поведения духовенства в момент ее прибытия в Киев Но следует думать, что это было предписание, присланное сверху священного синода Вот одной из задач этой инструкции было показать, что предписываемая модель поведения духовенства в момент прибытия Екатерины II Должна была соответствовать тому чину, которому оно принадлежит Монашество приказывалось не бродить и не разъезжать по городу ни под каким видом Оно должно было безотлучно находиться в своих монастырях В обязанность управа благочения входило также наблюдать, чтобы киевские и приезжие священные церковнослужители Носили пристойную одежду и не шатались бы нигде по непристойным местам Для покупок из мужских монастырей следовало отправлять самых честных и надежных лиц А из девичьих, белиц и светских людей Отдельный блок вопросов, отраженных в данных документах, связан непосредственно с прибытием Екатерины II И церемониалом ее встречи киевским духовенством По получению известия одни ее прибытия в губернский город Все архиереи, архимандриты, игумены, протеереи и прочие духовные лица Утром этого дня должны были собраться в соборе или в церкви И в день приезда духовенству предписывалось произвести божественную литургию В своих ранних путешествиях, как, например, путешествия по Волге в 1767 году Екатерина практически в каждом крупном населенном пункте, садя с лошадей или с пристани Шла прямо в церковь, выстаивала службу, прикладывалась к образам и мощам святых И в более поздних поездках уже литургия иногда проводилась заблаговременно, не ожидая высочайшего прибытия Ну, понятно, что путешествие Южной России в 1787 году было особенно утомительным Поэтому этот пункт, очевидно, был оговорен со светской властью Ну, вот в рассматриваемых официальных текстах, определяющих цеременал встречи Екатерины II Прослеживается стремление придать торжественность пышности происходящему Торжественность встречи подчеркивала последовательность звучания колокольного звона Благовест Большой колокол должен был начаться заблаговременно за один час до прибытия императрицы Продолжаться до сигнала пушечной пальбы После этого уже производился колокольный звон во все колокола, что следовало исполнить во всех частях города Ну и затем уже следовало продолжать до самого вступления императрицы в соборную Печерскую церковь Особая праздничность происходящего выражалась в использовании в ритуале встречи наиболее богатой церковной удвори А при отправлении религиозных обрядов не будничного облачения духовенства Архиереям, архимандритам, игуменам и прочим священным лицам Предписывалось заблаговременно перед приездом царицы облачиться в священные светлые одежды Осознание значимости приезда коронованной особы проявлялось и в заботе начальников лавры О соответствии проведения службы принятым правилам Ордер наместника лавры Калиста приказывал к Лирусу соборной церкви, чтобы церковное пение вели пуставу чинно, без вечного притворства и непристойного восклицания И в распоряжении указывалось, где не надо бы на ней останавливаться, особливо в присутствии ее императорского величества Ну, чтобы не затягивали литургию Поэтому в служении поздних литургий с пением наместник рекомендовал задействовать искуснейших певчих Таким образом, ритуал подготовки духовных лиц к встрече с императрицей был нацелен на то, чтобы показать, что своим образом жизни и деятельности Оно соответствует концепции власти относительно положения данного сословия в государстве Ну, а с другой стороны, описываемые религиозные обряды, ритуалы встречи императрицы, в общем, были ориентированы на поддержание величественного и торжественного образа венциносной особой Следует отметить, что коммуникация самой императрицы с духовенством не была формальной Большое внимание августейшая путешественница уделяла духовенству, посещала кельи, больных, приглашала к обету духовных лиц Причем она сообщала приближенным об этом Так, например, 29 марта 1787 году она информирует Франциско де Миранду о том, что навещала после службы больного архиепископа в Киеве Какое человеколюбие, отмечает венесуэлиц В общем, конечно, это было очень важно для утверждения имиджа такой долгочестивой православной императрицы Частью императорского церемониала являлось посещение ризниц Императрица их часто осматривала и пребывание в ризницах имело не только ритуальный характер То есть монарх приобщается к церковным сокровищам Оно имело важную символическую направленность Поскольку ризницы составляются и за счет ценностей, подаренных представителям династии Романовых То есть Екатерине, как, в общем-то, нелегитимной императрице, было немаловажно проявить сопричастность к преемственности поколений императорской фамилии И императрица, кстати, использовала также возможность их посещения для того, чтобы приобрести что-либо из церковной утвари для принесения в дар духовенству других епархий Ну вот известно, что после визита в ризницу Киево-Печерской лавры она купила ряд предметов и единицы церковного облачения И распорядилась передать их казанскому духовенству Это как раз были изделия мастерских Киево-Печерского и Киево-Флоровского монастыря Ну вот в Национальном краеведческом музее, Национальном музее Республики Татарстан Этот дар представлен наличием четырех филоний и воздуха Ритуал коронованной особой свидетельствует о том, что она бывает в значимых для православной церкви и паства местах И в этом отношении Киев, как город с многовековым прошлым, позволял российской императрице манипулировать символическим капиталом Тем самым поддерживать образ природной русской императрицы Она посещает Киевские соборы, церкви и монастыри, Софийский собор, Девичий, Богословский монастырь, Фроловский Девичий монастырь, Михайловский монастырь Ну а 15 февраля 1787 года Екатерина выехала в Киево-Печерскую лавру и посетила Ближняя и Дальняя пещера Ну мы знаем, что эти пещеры имеют особое значение для православных людей Поселение преподобного Антония на территории Дальних пещер считают началом основания Киева-Печерского монастыря Со временем пещеры, хранившие в себя мощи святых, канонизированных, причем святых, они становятся местом паломничества Ну и не случайно в этих местах значимы для православия Екатерина принимает помазание миром И в один день она обходит Ближние и Дальние пещеры Вообще вот в один день обойти Ближние и Дальние пещеры довольно утомительно Да, не только там для 58-летней императрицы, но и для молодого человека То есть вот я в свое время дело это обошла и помню, что я просто ну чрезмерно встала Это действительно очень утомительно И она, конечно, осознавала важность посещения значимых культовых сооружений Что отражалось и в понимании необходимости информирования населения об этих лиценосных визитах И в частности вот о причащении, о посещении пещер Ее духовник Панфилов сообщил в правительствующийся нот для отсылки этого сообщения В канцелярии Императорской академии наук для перепечатания осьем в газетах Ну и очень важным таким аспектом восприятия населения Екатерины Как истинно православной, благочестивой императрицы Явились ее пожертвования, дары русской православной церкви На церкви, монастыри, епархии, семинарии жертвовались большие денежные суммы Большая сумма, кстати, была дана на ремонт соборной церкви Киево-Печерской лавры, Успенскому собору Екатерина также проявила чуткость к материальному положению киевского духовенства Так, например, было пожаловано монашеству лавры Лавры сумма в размере 3000 рублей, которую духовный собор решил честно разделить между братьями В соответствии с их рангом церковной иерархии Но остался очень такой трогательный документ, где была расписка всех этих монахов о том, что они получили эти деньги Все честно было разделено Ну и в дар, конечно, монастырям и церквам жаловалась ею церковная утварь Так, например, в Киево-Печерскую лавру было подарено серебряное паникадило В Злато-Верхомихайловское золотая лампада с жемчужной бриллиантой клетью В Киевский собор золотые сосуды, потир Конечно же, особое внимание императрица уделяла на украшение православных святынь Общезначимых для всех прихожан Кстати, вот когда она еще была в Казани, здесь в 1767 году В Богородицком монастыре по окончании литургии она приложила на икону Казанской Божьей Матери небольшую бриллиантовую корону А другую корону на местный образ спасителя Ну а уже в 1787 году Киево-Софийскому собору она дарит парчевый покров к мощам святителя Макария Злато-Верхомихайловскому монастырю парчевый покров к мощам святой великомученицы Варвары Киевско-Печерской лавры жалуется золотая лампада с бриллиантовой кистью к мощам святого князя Владимира А также парчевые покровы ко всем святым мощам Ну вот этот дорогой подарок, конечно, свидетельствует, символически отражает ее стремление подчеркнуть Ну значимость этих святынь, мощи святого Владимира олицетворяли начала православия на Руси А уже мощи других святых его утверждения Конечно, это являлось важным ресурсом утверждения ее легитимности В высшей иерархии церкви, в лице киевского митрополита Самуила Миславского воспользовались этим поводом для того, чтобы еще раз подчеркнуть ее истинное благочестие Так в письме к Екатерине Самуил выводил из высочайших даров ее истинную веру Она, поставляя драгоценнейший матерний дар, фрам Богоматери, с восхищением проповедует чистейшую веру И пламеннейшее усердие вашего величества к Богу И не находя иной жертвы, кроме вечных благодарений и горячих молений Новой славы возвышается к пресветлому привечному престолу Ну вот, таким образом, Самуил как бы поднимает ее образ до уровня божественного престола Вообще, надо сказать, что в этих ритуалах духовные лица по случаю приезда императрицы Составляют речи, приветственные речи, хвалебные слова, поздравительные речи В них есть попытка сакрализовать образ монарха Устанавливается преместственность власти Екатерины с предшествующими правителями Конструируется образ Матери Отечества, чья деятельность направлена на общее благо Но это уже как бы отдельная тема, тема отдельного доклада Вот один из аспектов легитимации власти – это соответствие власти Установленным нормам, как формальным, так и неофициальным Оправданность этих правил верованиями, разделяемых правительством и народом Поведение Екатерины Второй в религиозных ритуалах, ее пожалования и дары Коммуникация с духовными лицами, представляли ее как православную императрицу Подчеркивая тем самым ее благочестивый образ Все это, конечно, должно было убедить население в попечении Екатерины о православной церкви И тем самым легитимировать ее как истинную императрицу Конечно, это должно было быть замечено подданными российского государства Ну и авторитет императорской власти, вот как архетип традиционного сознания Он в немалой степени поддерживался этими речами, словами, одами, кантами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!